Всем привет, друзья! В этом видео я попытаюсь раскрыть такую тему, как поездка в Польшу по биометрии. На данный момент сезон еще не начал, сезон работы, но, тем не менее, множество людей просто рынулось с Украины в поисках лучшей жизни в Польшу, и они едут по биометрии, они едут парами, семьями, брат-сват и все в этом духе, и это очень сильно усложняет людям поиск работы. Собственно, поляки сейчас очень крайне неохотно берут на работу по биометрии. Если только вы специалист, то, возможно, у вас есть шанс трудоустроиться, но такой подвох. Вы приезжаете по биометрии, и вы обычно не знаете языка, у вас мало времени, у вас есть только один шанс устроиться на работу. Если вы начинаете устраиваться на работу, делайте освещение, и это занимает время, нужно подождать неделю, пока она выйдет. Но многие люди делают такую ошибку, они просто не дожидаясь этой работы, начинают бросаться на другую работу. Потом у них там тоже что-то не получается, и они без денег, без заработка, просто расстроенных чувствах возвращаются в Украину. Не надо так делать. Если вы едете по биометрии, все же, ну, чего я крайне не рекомендую делать, то найдите вакансию заранее. Едьте только в одно место, только туда, где вы нашли, где вы проверили, что у вас будет точно гарантированная работа, и вам нужно три месяца эти отработать на одной работе. Таким образом вы что-то сможете заработать и что-то привезти, как бы, домой. Но, в целом, совет такой, что не надо вообще ехать по биометрии на работу. Это очень плохой вариант. Плохой, затратный по деньгам, плюс вас могут банально не пустить на границы, потому что сейчас участились проверки, множество людей просто возвращают с границы, снимают с автобусом. И так как некоторые люди не могут обосновать свою цель поездки, прут кучу торб, сумок, говорят, что едут на уикенд, на три дня, но при этом куча вещей такая, как будто, я не знаю, переезд полностью всего села, короче. И это тоже, ну, как бы, крайне вам утруждает ситуацию. И что хотел еще рассказать. Могу много рассказать по поводу, как правильно считать дни, как правильно ехать, отработал по биометрии, как сразу потом вернуться по визе. Вот эти все моменты. Если вам интересно, пожалуйста, там ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, будем постепенно освещать. Потому что тема сложная, запутанная, и многие люди не понимают. Вкратце скажу, что отработав, как бы, такой важный нюанс. Биометрия – это подстава для пребывания. То есть вы можете приехать в Польшу и пребывать в ней, находиться в течение 90 дней. В течение этих 90 дней вы можете трудоустроиться, сделал освещение, вам сделать освещение. И тут начинается нюанс. Освещение делается на 3 месяца, допустим, да, вы его отрабатываете, и это считается как отработка 3 месяцев, как бы, официально, в году. То есть у вас остается еще 3 месяца, по которым вы можете работать, но у вас уже не остается пребывания. Многие люди путаются и начинают с хаоса, непонятки, плюс пользуются этим посредники, которые банально продают вам потом дополнительно на визу освещение, а вы уже не имеете права работать. Или же человек отработал по визе, потом приехал по биометрии, думая, что он может поработать еще по биометрии, но у него уже выработано полгода в году. Закон остался, как бы, прежним. У вас есть полгода в году, в течение которого вы можете работать. Или вы отработали это по биометрии, либо по визе, неважно. По биометрии вы отработаете 3 месяца, у вас остается, собственно, 3 месяца. Как бы так. Еще момент. Многие люди приезжают по биометрии и говорят, мы хотим податься на карту быта, и мы вот готовы вкидываться. Но, ребята, круто, что вы что-то там хотите, но это, как бы, не очень интересует работодателя, на самом-то деле, это не так-то ценится. То есть ваше стремление, желание, это такое ваше стремление, желание. Проблема остается проблемой. И что, собственно, я рекомендую. Советую делать нормальную рабочую визу под вакансию. Искать вакансию, собственно, вакансию, делать визу и туда же и ехать, чтобы избежать всех этих множества проблем, потери, денег, скитаний, нервов. Понимаете, да? Брать вакансию, заказывайте приглашение, открывайте визу, приезжаете. С собой обязательно иметь запас денег, потому что расходы на первое время бывают очень неожиданные, внезапные. И, ну, надо иметь запас денег. Плюс вы не сможете по метре заехать вообще, если у вас нету хотя бы 500 злотых на первое время. Так, вкратце, немного осветил тему. Давайте поддержите лайками, вопросами, и я буду рассказывать дальше на тему трудоустройства, на тему воевудских, собственно, виз. Как разобраться, что такое, что воевудское дает, что дает сезонное приглашение на работу, и как вообще все это совместить. Плюс моменты по карте.